Вроде как, большей частью избежал, но все-таки он там достали нас. Тут же ассоутники бросились в рукопашку с нашими гранатометчиками. Отступать, отступать, но классная все-таки штука у шутобоев. То, что они могут супрессить, как видите, он только супресс увидел, тут же нажал отступление. Не знаю, грамотно он играет или не очень, не очень понятно, потому что он все время отступает. Вроде как, войска сохраняет, но в то же время контроль за территорией, если бы ему не помогал эгэшник, никакого у него не было контроля. И здесь просто лимит какой-то эгэшников бежит, и сразу с этой стороны наступление спейсмарина. Покидали гранаты, и очень вовремя наш эгэшник кинул свою бомбардировку. Отбросил просто большую часть эгэшников. Назад. Так что тут наступление обломилось. Идут наши танкбастеры с ракетами, вот они. Будут ломать имперский Лемон Рус. Он въезжает, но, конечно, не один на один. Отступаем к базе, в принципе, когда база рядом, отступить к ней самое то. О, он к нам решил приехать. Просто отряды все подключаются, пушки, но нас начинают бомбить. От танкбастеров остался буквально один орк. Но, тем не менее, конечно, Лемон Русы мы практически разобрали. Ну, тут мы видим, что они поставили свою пушку у нашего входа. Пришел вражеский дред. И все. Конечно, полный ад. Так мы этот танк они не доломали, похоже. Приходится всеми отступать. Бежать на помощь варбоссам. Полный ад. Прижимает нас просто адски. Видимо, именно меня хотели зажать на базе. Что печально, к сожалению. Еще один отряд ракетчиков у меня появился. Ну, вот вроде застали всех отойти. Опять бомбардировка прямо по базе. И там вот ассотников мы застали бежать. Хотя у нас остался всего один чувак с гранатами. Так. Вторая мантикора едет. Первая там стоит у меня за базой. Вторая ездит сверху. Но это что-то ей, по-моему, плохо. Пытается все-таки эгэшник нас защитить. Понимает, что взялись за меня, ребята. Может, я просто обидел того Спейсмарина. Вот они меня и жмут. О, здесь уже апгрейдженная пушка. Вошлось с плазмы Кэнона. Все, полный лог. Пытаюсь варбосом добежать. Да, пушки ходят. Потому что если ее не убрать, то это полный ад. Убрал пушку, отступая тут же варбосом. Что же делать? Эгэшник наш очень грамотно работает. Опять его бомбардировка просто вошла в самое яблочко. Дредд ко мне не решился подниматься. А вот с Лемон Русом, я думаю, он въедет. Что делать? Всего один отряд у меня ракетчиков, по-моему. Сейчас они меня будут разбирать. Но вот Дредда мы практически доломали. Чуть-чуть. Но, тем не менее, не доломали. А что делать с Лемон Русом, вообще непонятно. Прям просто жмут нас на нашей же базе. Ломали мантикору. И мне не остается ничего другого, кроме как долбануть своей же орбитальной бомбардировкой по своей базе. Ощутите просто безысходность ситуации. Танк, тем не менее, остался живой. Бегает на базу вражеский герой. И начинает ломать мне просто базу. Если они ее вынесут, то все. Я уже сделать ничего не могу. Но танк все-таки умер каким-то чудом. И у меня не было совершенно никаких отрядов. Всех у меня поубивали. Я смог только накопить 250 реквизишена. Поднял свой варбосс. И он порвал к чертовой матери батлкомандера. Но ко мне прибежал и второй герой, и гэшный. Вот, типа зашел за пушку, но увидел моего варбосса. К сожалению, успеет убежать. Ох, вражеские чуваки с ракетницей. О, еще осол, ты что делать? Боже мой. Ох ты, в углу пушка, которая сейчас сломала мою пушку. О, грамотная бомбардировка опять от нашего эгэшника. Сломал вражескую пушку, что очень приятно. Но, тем не менее, ситуация у меня просто ахлая. Нет войск. Моя база разобрана. Там остался маленький кусок пулемета. У меня один варбосс. И как-то что-то... Тем не менее, по очкам мы выигрываем. Тут ко мне прибежало два отряда. Хаваки и парни с плазмокеноном. Но что-то, видимо, он не здесь. Не следит за своими войсками. И я Хаваков тут у него убираю. Несмотря на то, что он увидел в последний момент, нажал вступление, далеко ему убежать не удалось. А вот эти вот ребята спасутся. И там подбежали спецназовцы с мельтами. Вот не дает мне вступить с ними в бой, что понятно. Потому что если варбосс начнет их лупить, им мало не покажется. Ну и вытягивает нас на свою пихтуру. Вот, естественно, тут же вернул спецназ. Все долбят со всех сторон. К сожалению, не видим мы лайфбар орка. Вернее, можно посмотреть вот внизу. В правом нижнем углу. И мало жизней. Надо отступать. Иначе опять потеряем кучу денег. У нас и так их мало. Идет на помощь наш эгэшник. Все у нас отобрали здесь. Хотя вот точка реквизишена все еще моя. Ну, перестрелочка. Что-то не так много войск. Ну да, там всего у него этих два отряда. Ну, есть у них плазмы, конечно. Но, тем не менее, всего два отряда у него и мантикора. Это просто мало войск. Но, тем не менее, больше, чем у меня. На меня один варбосс. Ну, смотрим, что здесь происходит на другой части карты. Какая-то тишина абсолютная. Наш спейсмарин держит точки и не пытается что-то другое захватить. Тем не менее, мне все надоело. У меня построен третий тир. Мне никак не давали построить моих нобов. А здесь сразу же, что делать, больше никого нет. Не надо никого апгрейдить. Тупо строю нобов. Это отряд тяжелогооруженных и тяжелозащищенных орков. Таких ветеранов, которые могут разобрать что угодно. Тут плазма-кэнон. Типа на меня вышел. Пытался, когда я захватил точку. Но, естественно, я его отправил назад. И вышли мои нобы. А там вражеские огрины. И нобам надо срочно бежать на огринов. Огрины, конечно, крутые ребята. Включают они свою обилку. Но, тем не менее, нобы сейчас будут их разбирать. И вот пускают их обратно бежать. Вражеские десантники. Додоевшие мне уже тактички, которые мы никак не можем убить. Два отряда этих, доставшие меня. Но вот у нас нобы с командиром. Молотки, по-моему, вернее, топоры я им тоже прокачал. Встали, типа. Отбежали и встали к своему плазма-кэнону. Главное, чтобы нобы добежали. Остальное уже ерунда. Ну, да, естественно, нобы добежали. И тут же включено отступление. Но тут приехал еще один лемон-рус. Я, конечно, постоял бы, но тут же включают бомбардировку. Приходится отступить. Нобы, конечно, крутые ребята, но не настолько. И восполнять их ряды будет достаточно дорого. Поэтому точка опять во вражеских руках. Ко мне отступает мой эгэшник прямо на базу. Правда, толку от этого мало. На базе не осталось никаких укреплений. Вернее, там в углу пушечка практически разобрана. И вот к нам приехал лемон-рус. И что-то еще тут сейчас врубится. Так, ну это, видимо, наша бомбардировка. Да, попадает в танк. Лемон-рус, до свидания. Так, это наш дред. Опустился, помогает нам наш спейс-марин. Ветеранского дреда нам подкинул. Это очень супер. Хотя пришел вражеский, но вражеский хуже нашего. Наш рубает рукопашку просто адски. Нобы разобрали какой-то отряд пиктуры и пошли разбирать дред. Вот сейчас посмотрите, как они быстро разберут этот дредноут. Еще одна бомбардировка, видимо, не наша. Так, наш дред практически мертв. Включил он свою защиту. Главное разобрать, разобрать, разобрать. Не дать уйти. Медленно он вступает и падает. Ну и теперь нобами, несмотря на то, что у них полбара осталось, можно спокойно прогнать этих пацанов. И у меня построен еще один отряд новых. Я тут успокоился. Делать нечего. Хотя вроде, вроде. Не так все плохо. По очкам мы ведем. Базу мою они не добили. И мы спокойно отхватываем все назад. А у меня, тем не менее, два отряда нобов. Которые, вот, как видите, могут разобрать что угодно. Ну, естественно, опять бомбардировка. ИГшники постоянно начинают арт-подготовкой. Тут уже подходит полечившийся второй отряд нобов. Так что, все эти спейсмарины могут включать что угодно. Я сейчас их буду разбирать. Как видите, им приходится тут же отступить. По понятным причинам. Нобы, особенно прокачанные, это очень быстрая смерть. Несколько трупов. И мы можем продолжать захватывать точку. Которую все никак мы не можем себе вернуть. Так, опять попытка камбэка. По-моему, совершенно глупая. Хотя вот там, конечно, артиллерия вошла просто офигенно. Отряд слезала. Долго этот отряд бегал у него. Но, смотрите, у нашего Гэшника до сих пор один отряд им антикора. Но мы знаем, почему так. Он строит бейнблейд. А вот к нам телепортируются терминаторы. Ну что ж, терминаторы. Два отряда нобов, варбосс. Посмотрим, как терминаторы против них выстоят. Махач, толстячков. Десять нобов против четырех терминаторов. Им приходится телепортироваться и отступать. Что и требовалось доказать. Ну, мы один отряд нобов тоже уводим к базе. Надо им подлечиться. Все-таки терминаторы тоже ребята серьезные. Немного их полупили. Осталось их всего трое. И что я слышу? Да, выезжает наш бейнблейд. И вы сами видите реакцию наших оппонентов. Действительно, если у них отвечать нечем, то бейнблейд сейчас просто сделает партию. Долго копил на него наш эгэшник. Ничего не строил. Потому что бейнблейд стоит тысячу реквизишна. И там 200, по-моему, энергии. Не каждый сможет его построить. Но теперь он выезжает на центр и начинает там всех разбирать. Ну, тут я не понял, зачем он героя практически отдал. Ну, вовремя отступил. Бантикора идет его в атаку. Тут мы все отобрали уже. Все наше. Можно сказать, зажали противника на базе. Вернули их план им же. Ну, ждем. Вот на центре у нас тут захватываем точку. Ставит бейнблейд. Отбираем реквизишн. Все назад. Все в дом. И я иду к центру. Потому что здесь, в принципе, этот Спейс Марин уже сделать особо ничего не может. А, вот он вышел здесь. Терминаторы там телепортнулись. Вражеские. А я захватываю потихонечку здесь точку. В общем, по центру они пытаются как-то пробить этот бейнблейд. Там еще стоит пушка. Все сразу по цепрэшенам. Полный ад. Короче, здание тоже наше. Шансов у них здесь что-то сделать никаких. Бандировка попала. Да, все. Все отступают. Терминаторы, правда, добежали до бейнблейда. Но у них уже половина Кэлсбара. Или это Огрина. А, это Огрина пытается до пушки дойти. Ну, вот. Еще одного потеряли. Прочистили. Никаких у них шансов что-либо сделать здесь. И вот, собственно, на этом моменте игра останавливается, потому что оппоненты сдались. Как видите, точка захватил и уже заходил с той стороны. Вот такая эпическая батла на 30 минут. Ни секунды покоя. Пытались у меня отобрать мою базу. Убили всех. Почти все сломали. Практически зажали. Но мы смогли как-то отыграться и победили. Спасибо, что остаетесь с нами. В следующий раз посмотрим другую расу. И вообще, приготовьтесь. Вархаммер будет много.